Всем привет друзья! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. С Алиэкспресс. В этой посылке находится ремень мужской, стоимостью около 300 рублей. Ссылку на товар оставлю в описании. Ну и открываем сам ремень, посмотрим на качество. Итак, вот такой ремень. Здесь написано что-то там по-китайски. Вот такая вот у него бляшка. Кубай. Длина у него 115 см. Именно такую я и заказывал на Алиэкспресс. Ну и открываем его от целлофана. Кстати, к слову к делу об упаковке. Бляшка была упакована вот в такую вот интересную мягкую упаковку. А сам ремень был упакован в целлофан. Запах у ремня четко понятно, что это не кожа. Это вот как раз таки та самая эко-кожа, которая сейчас модна в поднебесе. В поднебесной. Ну, здесь придется вот вместе с Шиво немножко разобраться с этими нитками с помощью зажигалки. Значит, сама... Сам язычок видно, что он чуть-чуть болтается, но в соединении... На соединение, я думаю, это особо не повлияет. Для цены в 200 рублей, ну, самое то, что надо. Кстати, здесь вот что-то там по-китайски написано. Дальше на самом ремне имеются вот такие вот клёпы. Клёпы сделаны, кстати, неровно. Видно, что если слева направо, то пятая клёпа чуть-чуть поднята вверх. И сзади это тоже прослеживается. Следующие клёпы сделаны средние, более-менее ровно, кроме двух последних. Две последние задроты. Ну, опять-таки, вопрос качества. Тут дело не в Китае самом, не в Алиэкспресс. Если взять более качественные, более дорогие изделия, то этого всего там не будет. Ну, и тем не менее, за 200 рублей мы получаем ремень довольно хорошего качества. Очень даже приличного. С условием того, что носиться он будет там, ну, максимум год. Потом просто придёт в негодность сам этот материал потрескается, порэпается. Всё нормально. Конечно же, можно купить ремень за 3000 рублей и носить его там 10 лет. Но я считаю, что даже кожа, она изнашивается год, два, три и до свидания. Так лучше давайте покупать такой, какой-то недорогой материал и через год его менять, чем ходить в изношенной коже. Всё, всем спасибо. Ссылка на товар в описании. Да, сейчас я ещё застегну, покажу, как это выглядит на застёжке. Вот так выглядит ремень в застёгнутом варианте. Ну, очень неплохо, очень неплохо. Ещё раз, ссылка в описании. Всем пока, всем удачи!